Сегодня мы поговорим о весеннем уходе за газоном. Только что сошел снег, и наш газон с виду непригляден, неряшлив. То есть на нем лежит войлок прошлогодней слежавшейся травы, как такая паутина, плесень. И кажется, что сквозь нее ничего не прорастет. Кто-то сразу старается сгрести ее граблями, кто-то думает, что все надо начинать сначала, что все пропало. На самом деле это, конечно, обманчивое впечатление, потому что у злаков корневища очень хорошо зимуют. Они выносливые, они все там сохранились в тонком слое, где-то в 5 сантиметров. Слой дерна, то есть фактически он не отличается от устойчивости злаков где-то на лугу. На диком вытопнуть всего невозможно. Поэтому этот газон, можно с абсолютной уверенностью сказать, что он прекрасно восстановится. Тем более, если его стригли в прошлом году, значит этот войлок не такой уж и большой. Можно его немножечко, скажем так, раскрыть, чтобы траве было легче прорастать. Даже не унося мусор, а просто разрыхлить. Просто не сильно разрыхлим его. Для восстановления газона весной требуется несколько вещей. Во-первых, нужно будет выровнять все неровности, которые зимой образуются за счет того, что лед распирает грунт. И обычно из-под снега газон весь вот такой вот выходит, неровный. Его необходимо выровнять. Во-вторых, нужно будет, если где-то есть проплеши на земле, надо потеять травы, семена. И, конечно, газон обязательно надо будет удобрить. То есть пролить удобрением. Это, наверное, самое важное мероприятие удобрения. Потому что тогда мох не будет вытеснять траву. Потому что мох обычно вытесняет злаки на скудной почве. Песчаная, если почва в тени находится. Если же злаки хорошо удобрять, газон поливать, особенно азотным удобрением, они быстро пустятся, пышно растут, и они просто вытесняют. Они глушат мох, зарастают, и он не может конкурировать с травой. Чем засыпать неровности? В принципе, можно засыпать неровности чем угодно. Песком, как говорится, даже мелкой щебенкой, огородной землей. Ну, у нас сейчас для наглядности ехали, когда на восстановление газона. Просто для быстроты в магазине купили сразу же весь комплект. Да, удобрение для газона, трава для газона и грунт для засыпки неровностей. Каким слоем можно засыпать безопасно газон, чтобы он не помешал траве всходить? В принципе, слой может быть очень толстый. Это может быть 10 сантиметров, и, конечно, злак он его пробьет. Злаки очень выносливые. Ну, обычно такая глубина не требуется. То есть мелкие впадинки мы присыпаем, что называется, совсем немножко. Конечно, хорошо, когда в грунте есть песок. Да, он будет лучше держать твердость. Можно груз с керамзитом покупать. Тоже хорошо, когда керамзит, он создаст такую броню. От кротов это может помочь. Ну, можно утрамбовать, походить. Это, как говорится, но уже вид будет совсем другой. То есть будет поровнее, покрасивее. Да, если впадина глубокая, яма образовалась, тут уже можно, как говорится, по полмешка высыпать. А теперь удобрим наш газон. Удобнее всего пользоваться жидкими удобрениями. Да, то есть мы выбираем удобрения, естественно, наиболее чистое, да, и богатое по составу. Ну, вот это удобрение, я смотрю, по составу микроэлементов, даже слишком хорошее для газонов, потому что тут, я смотрю, есть практически все. И железо, и марганица, и серый, и бон, и бор, и медь, и молибден, и цинк, и кобаль. Как говорится, таким удобрением можно поливать и плодовые деревья, да, и огородные какие-то культуры. Вот, все очень просто, да, взбалтываем один колпачок на 10 литров, да, на ведро. Сюда вливаем. И поливаем примерно 3-4 квадратных метра газона. То есть сейчас немножко перемешаем. И поливаем. Можно неглубоко. Я говорю, все корни узлаков, это буквально считанные сантиметры сверху. Ну, теперь, подсев травы, где нужно, берем семена. Да, здесь сеять семена не нужно в яме, где мы засыпали, потому что корневища, они все пробьют. Это если где-то проплешина, либо в прошлом году свежий посев плохо взошел, не полностью, либо где-то задир был сделан, ну, условно скажем, это здесь где-то, да. Просто подсыпаем. Семена много не надо, потому что из каждого семечки куст вырастет. Специально накрывать эти семена не нужно, и не утаптывать, не утрамбовывать. Сейчас влажно, они преспокойно сами прорастут, схватятся и раскустятся. В принципе, за газоном очень просто ухаживать. На самом деле, ничего сложного нету. Нужно просто это делать периодически и постоянно. Ну что, а далее что потребуется? Конечно, полив, да, чтобы летом на жаре он не пересыхал надолго, и стрижка. Таким образом, газон будет всегда оставаться красивым, изумрудно-зеленым. И его, ну, хотя бы раза два за лето, да, стоит подкормить. Потому что, конечно, удобренный газон, это совершенно другое дело. Для эксперимента можно вначале... Давайте попробуйте разделить мойственный газон на две части, и одну из них полить, вот так вот, хорошим удобрением пролить, а вторую не поливать удобрением. И буквально через две недели посмотрите, какая будет разница. Вот когда ее видишь, конечно, уже после этого начинаешь удобрять газон регулярно. Часто спрашивают, как быть с сорняками, которые прорастают на газоне. Всевозможные одуванчики, подорожники, клевер и так далее. И спрашивают, каким гербицидом поливать газон безопасно, чтобы злаки оставались, а газонная трава оставалась. Ну, на самом деле, гораздо безопаснее правильно ухаживать за газоном, чтобы сорняки просто теряли силу. Это коротко его регулярно выкашивать, потому что злаковые хорошо держатся в войлоке, в нижнем, кустясь. А сорняки этого не выносят. У них листья, как правило, на черешках поднимаются. Если это все выкашивать, они просто теряют силу и постепенно просто исчезают. Спасибо за внимание.